Сегодня продолжаются слушания по делу об убийстве призера Олимпийских игр Дениса Тена. Они проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы. На месте события за развитием процесса наблюдает мой коллега Владимир Бовкис. Владимир, что-то уже известно к этому часу? Добрый день, Алмаз. Заседание началось в половине 11-го по времени Астаны с объявлением судом перерыва, в ходе которого под конвоем в зал суда вошли обвиняемые Арман Кудайбергенов, Нуралы Киязов и Жанар Тулыбаева. Средства массовой информации дали разрешение снимать только первую открытую часть процесса, после чего журналистов попросили удалиться в специальную пресс-зону. В ходе процесса представители прокуратуры зачитали материалы дела и ознакомили подозреваемых в отношении тех обвинений, которые им предъявляют. Напомню, что стадии носят серьезный характер. Это групповое нападение с целью ограбления, убийства и кража. Но, в свою очередь, ознакомившись с результатами дела, мало кто из обвиняемых признал свою вину. Только господин Киязов полностью отвергает свою вину, а Арман Кудайбергенов признает за собой кражу. В то же время Жанар Тулыбаева обратила суду переквалифицировать ее дело об соучастии. По словам Жанар, будучи зная Дениса, она могла бы его предупредить, если бы дело действительно шло о каком-то заказном деле в характере самого преступления. И на данный момент планируется еще обеспечить участие в процессе одного гражданина Астаны, который уже ранее был жертвой одного из обвиняемых. Связь с ним по скайпу обеспечат во второй половине дня. Это пока вся информация к этому часу у меня, Алмаз. Будем ждать от вас новостей. Спасибо. Я напомню, Владимир Бовки следит за слушаниями по делу об убийстве Дениса Тена, которое сегодня проходит в Алматы.